Уважаемые товарищи, сегодня мы осмотрим второй работой товарища Мала Задуна относительно противоречия. Предыдущая работа была относительно практики, а это относительно противоречия и продолжение данной работы. Написана она также была в августе 1937 года и читалась в антияпонском университете в Ян-Яне. Я не буду всю работу зачитывать, потому что она очень длинная и проще ее будет самим в электронном варианте взять и прочитать. Я же зачитаю небольшие отрывки из данной работы, чтобы оказать сущность данной написанной работы Мала Задуна. Основная задача данной работы была повысить знания товарищей по китайской коммунистической партии области диетического материализма, в чем в этом работе и составлялась. Ничего сверхнового эта работа не вносит, но она позволяет более простым языком рассказать, что такое диетический материализм, его основные сущности, смысл и задачи. Закон противоречия, присущий вещам, явлением и незаконам единства противоречия, является основным законом материалистической диалектики. Ленин говорил, в собственном смысле диалекция есть изучение противоречия, самой сущности предметов. Этот закон Ленин часто называл сутью диалектики или ядром диалектики. Поэтому изучая этот закон мы не можем не касаться широкого круга проблем, не можем не касаться многих философских вопросов. Если мы разберем все эти вопросы, то поймем. Самой основной материалистической диалектикой это следующий вопрос. О двух воззрениях на мир, о всеобществе противоречий, о специфических противоречиях, о главных противоречиях и главной стороне противоречия, о торжестве и борьбе противоположностей, о месте, от агенизма, в ряду противоречий. И первая глава, посвященная изучению диалектического материзма, это два воззрения на мир. В истории человеческого познания искренне существуют две концепции законов развития мира. Одна метафизическая, другая диалектическая. Они образуют два противоположных друг другу воззрения на мир. Янин говорил, две основные и две возможные, и две в истории наблюдающиеся концепции развития, эволюции, сути, развития, как уменьшить, уменьшение, как повторение и развитие, как единство противоречий, раздвоение единого на взаимоотношения между ними. Янин говорил, здесь именно об этих двух различиях воззрения на мир. Как в Китае, так и в Европе метафизический образ мыслей в течение весьма длительного исторического периода был присущ идентическому раздрению и господству ума людей. Метафизики или бугарный эволюционизм рассматривали все вещи в мире как изолирование, исходящие в состоянии покоя, на которых воздействовали внешние факторы, не учитывая воздействие также внутренних факторов. По мнению метафизиков, капиталистическая эксплуатация, капиталистическая конкуренция, индивидуалистическая психология капиталистического общества – все это может быть обнаружено и в древних работительских обществах, и более того, даже в приробытном обществе, и будет существовать вечно и неизменно. Говоря о причинах развития общества, метафизики объясняют его внешними и общими условиями, географической средой, пневматом и т.д. Они попросту пытаются найти причины развития вне самих вещей и вини, отрицая то положение материстического диетики, которое гласит, что развитие вызывается внутренней противоречия, присущей самим вещам и явлениям. В противоположность метафизическому воззрению на мир, диетиктику материстическому воззрению требует, чтобы при изучении развития вещей и явлениям мы исходим из их внутреннего содержания, из той связи, в которой находится одна вещь с другими. То есть, рассматривая развитие вещей и явлений, как их внутреннее, необходимое самодвижение, причем каждая вещь и явление в своем движении взаимосвязана и взаимодействует другими, окружающими ее вещами и явлением. Коренная причина развития вещей находится не вне, а внутри вещей, в противоречии в природе внутренней, присущей самим вещам. Многие государства, находящиеся в почти одинаковых географических развитиях и климатических условиях, развивались по-разному. Даже сами государства, которые находились на одном климатическом уровне, также развивались по-разному внутри себя. Так, например, находясь на одном практически климатическом поясе, империалистическая Россия превратилась в Советский Союз, а феодальная Япония в империалистическую Японию. Исключает ли материстическая дирекция внешние причины? Нет, не исключает. Она их учитывает и оценивает. Так, надо понимать, что в результате воздействия тепла на яйцо появляется цыпленок, но воздействие тепла на камень не вызывает появление цыпленка. Известный немецкий философ Геги, живший в начале 18 века, в конце 19 века, в начале 18 века, внес в директику очень важный вклад, но его директика была идеистической. Только после того, как великие дети поитарского движения Маркс Энгельс обобщили, развили положительный результат, достигнутый через кофе развития. Познание, в частности, критическое восприятие рационального элемента, директики Геги, и создали великую теорию диетического и исторического материзма в истории человеческого познания произошла великая революция. Впоследствии этой великой теории была зато Ленин и Сталином. Как только эта теория проникла в Китай, она сразу же вызвала здесь величайшие изменения ума людей. Вторая не менее важная глава – это всеобщесть противоречий. Если кратко, то в ней говорится о том, что каждое движение, в каждом начале имеет противоречие. В противоречии есть основа простых форм движения, например, механическое движение. Тем более, противоречие есть основ и сложных движений, в том числе и общество, и государство. На противоречии есть везде. Ленин таким образом описывал всеобщесть противоречия. В математике это плюс и минус, дифференциал, интеграл, в механике действия и противодействия, в физике положительное и отрицательное электричество, в химии соединение и диссоциация атомов. В общественной науке это классовая борьба. Ленин указывал, что Маркс в капитале дал образец анализа движения, проходящих через весь процесс развития вещей. Ленин отличал этот метод, который должен применяться в изучении любых процессов и любого явления. И сам Ленин правильно применял этот метод, пронизывающий все его труды. У Маркса в капитале сначала анализуется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающее отношение буржуазного товарного общества, обмен товаром. Она и скрывает в этом простейшем явлении, в этой клеточке буржуазного общества, противоречия. Зародыш всех противоречий, современного общества. Дальнейшее изложение показывает нам развитие этих противоречий и этого общества. Его отдельных частей от его начала до его конца. Не менее важна эта спецификация противоречий. Как мы уже говорили выше, всеобщесть и абсолютный характер противоречий состоит в том, что противоречия наличиствует в процессе развития всех явлений и понизывает процесс развития каждого явлений от начала до конца. Теперь связывается на спецификации относительно противоречий. Различные сферы науки основываются на специфических противоречиях, содержащих в объектах научного исследования именно исследования определенных противоречий, присущих лишь определенной сфере линии, составляя предмет той или иной науки, например, плюс или минус в математике действия противоречия механики. То есть, вначале предмет изучается и делается спецификация, а потом он обобщается и приводится к более сложному. Если взять последовательные движения человеческого познания, то оно всегда постепенно расширяется от познания геничного и специфического познания общего. Люди всегда познят, прежде всего, специфическую сущность многих различных явлений и только затем могут приходить к обобщению, познанию общей сущности явлений. Лишь познав данную общую сущность, руководствуясь этими общими знаниями, в дальнейшем исследуют различные конкретные вещи, которые еще не исследованы и исследованы не глубоко. При исследовании какого-либо вопроса недопустимы субъективизм, односторонность и поверхность. Субъективизм – это неумение подходить к вопросу объективно, то есть подходить материалистически, о чем уже говорил в работе относительно практики, товарищ Мао Цзэдун. Односторонность выражается в неумении рассматривать вопросы всесторонних и понимании только одной из противоположностей. Например, когда люди понимают только Китай, но не понимают Японию. Понимают только Камутийскую партию, но не понимают Гаминда. Основы противоречий в процессе развивания мнений и сущности в процессе обусловления тем основных противоречий не исчезают до момента завершения процессов одного положения на различных этапах. Длительности процессов эти часто бывают различными. Например, когда капитализм в эпохе свободной конкуренции платился в империализм, природа двух антогенистских классов, притраты буржуязя, а также базу на сущность данного общества отнюдь не изменилась. Однако противоречия между этими двумя классами обострились. Возникли противоречия между монополистическим и немонополистическим капиталом. Обострились противоречия между метрополией и колонией. Особенно роста проявились противоречия между капиталистическими странами, то есть противоречия вызваны на неравномерное развитие различных стран. Если взять процесс буржуазно-демократической революции Китая, начавшейся с революцией 1991 года, то здесь можно тоже иметь несколько специфических этапов. В частности, тут период революции, когда во главе ее стояла буржуазия, и этот период, когда во главе революции стал проэтариатом. Уководство проэтариатов в корне изменило облик революции, привод к перегруппировке классовых сил, широкому развертыванию крестьянской революции, придавал революции направление против империализма и федеризма. Последовательный характер создавал возможность перестания в демократическую революцию, революцию социалистическую и т.д. При изучении специфического характера проречий на различных этапах процесса развития, мы не хотим не только рассматривать их в взаимосвязи и совкупс, но и подходить к ним с учетом каждой сторон, противящей на каждом этапе развития. Возьмем, например, Гомендант и Комучийскую партию. Поскольку Гомендант одна страна в период Первого единого фронта существовала три основные политические установки в Сунин-Цена, Союз Советской России, Союз Комучийской партии, поддержка рабочих крестьян. Поскольку он был революционный, жизнеспособный, расстроил собой союз различных классов в демократической улице, после 1927 года Гомендант превратился в свою прямую противоположность в реакционный блок помещиков и крупных буржуазии. Наоборот, Комучийская партия другая страна, что в период Первого единого фронта, она была еще молодая, и хотя она гречески возглавляла революцию 1924-1927 годов, однако приняла не зрелость и понимание характера задач имели от революции. Именно поэтому возникший в последний период этой революции Чен-Ду Сьюизм имел возможность сыграть свою роль и привел революцию к поражению. После 1927 года Комучийская партия гречески возглавила революционную Агарнуву, создала революционную армию и революционную базу, но допустила ряд ошибок амортируетического характера. За эти чугов армия и база принесли весьма серьезный урон. После 1935 года Комучийская партия предъявила эти ошибки, возглавляла новый 1-й японский фронт и его великая борьба, развернутая в начале времени. Такова особенность Комучийской партии Китая на трех этапах. Возникшие эти особенности тоже было вызвано рядом причин, но не изучив эти особенности, невозможно понять особенности взаимоотношений между Коменданом и Комучийской партией на различные этапы развития. Создание единого фронта, разрыв единого фронта и на создание единого фронта. Для того, чтобы изучить все особенности обоих партий, необходимо подойти к этому вопросу еще глубже, изучить классовую базу обоих партий и те противоречия, которые на этой основе возникли в различных периодах между каждой из этих партий и другими сторонами. Отсюда вытекает, что при изучении особенностей любых противоречий в различных формах движения материи, противоречия в формах движения при различных процессах развития, различных сторон противоречий и иных процессах развития, противоречия в процессах развития различных этапах этих процессов, а также в различных сторон противоречий на разных этапах развития. Когда Карл, Марс и Энгельс применяли законodтрочия, ilensinable к изучению общества и исторического процесса, они увидели и продречия между производственными силами и производственными отношениями Протрочия между классов эксплуататоров, эксплуатированными, а также порожденные эти противречия между коммунистическим базисом и политическим и идеалистическим настройками Они видят, что эти противречия неминуло вызовут различных клацов в обществе различные по своему названию социальные революции Марк, сценариста, та же ление и состояние касается применения к диетике, к изучению объективного мнения, всегда указывая на недопустимость каких бы то ни было субъективных увольностей, на необходимость исходя из конкретных условий, присущих движению объектов десычности, распознавая в этих явлениях конкретные противоречия, изучая конкретные положения сторон, противоречия и конкретную взаимную связь, противоположность. Главное противоречие и главная сторона противоречия. В каждом сложном процессе развития явлений существует ряд противоречий, в числе которых всегда имеется главное противоречие и ее существование и развитие определяется существованием развития остальных противоречий, воздействующих на них. Соответственно, в определенные исторические моменты Мао Задун указывает, что есть главная противоречия, есть менее главная противоречия, но эти главные противоречия могут подразделяться. Например, проэтариат и буржуазия. В определенные исторические моменты буржуазия является основной движущей силой, но в какой-то момент силу набирает проэтариат и тем самым сменяет противоречия. В полуукориальные страны, например, как Китай, отношения между главной противоречией и не главной противоречией являются собой сложным противоречиям. В случае... Не буду, ладно, зачитывая. Однако в иной ситуации противоречия меняются своими местами. Когда империализм не прибегает к погруженному гнетению, а используя более умеренные формы гнетения и давления в политической экономике, политике, экономической, культурной и других областях, воспользующий класс полуукориальной страны, можно капитулировать перед империализмом. И тогда между ними возникает союз для совместного гнетения народных масс. То есть, мало указывает, что в определенных условиях полуукориальные государства, при определенных силах, когда они применяются к погруженным действиям, агрессии, а если применяются другие методы воздействия империалистов, то эти господствующие силы могут прийти навстречу и содействовать вместе с этой империализмской силой взаимодействием. Когда же революционная война в стране принимает такие масштабы, что начинает угрожать самому существованию империализма и его агентуру, внутренняя реакция империализма пытается хранить свое государство, но редко прибегает помимо указанных средств к иным средствам. Это либо внесение расколов в лагерь революции, либо непосредственно вторжение иностранных уже сил для оказания помощи внутренней реакции. Как мы видим на примере Советского Союза, когда началась Гражданская война и белый вторглись на территорию Советской России. Отсюда следует, что любой процесс, если в нем существует много противоречий, всегда имеет одно главное, которое играет ведущую, решающую, тогда как остальные занимают второстепенное и подчиненное положение. Следовательно, при изучении двух процессов, если это сложный процесс, содержится более двух противоречий, либо стремится искать главное противоречие. Выше уже говорите, что нельзя подходить одинаково ко всем противоречиям, имеющим в процессе, что нужно, разграничивать в них главные противоречия второстепенно. Причем самое важное, ухватываться за главные, но можно ли подходить одинаково ко большим сторонам различных противоречий, будь то главные противоречия и второстепенно? Нет, тоже нельзя, стороны любого противоречия развиваются невыновемерно. Иногда кажется, что между ними существует равновесие, однако отлично временно относительно gelernt на развитие этих противоречий. Но такое положение сторон противоречия не является неизменным. Главные и неглавные стороны противоречия превращаются в одну другую и, соответственно, изменяются в характере их явлений. Мы часто говорим, что новое происходит на смену старому. Смена старого новому – всеобщий и необходимый закон Вселенной. Тут приводится пример касательно Китая, как в Китае на протяжении длительного времени правила Маньчжурской династии, потом на смену ей пришла революция 1911 года в области Суин Сеном. И далее до настоящего времени, то есть до 1935 года происходит дальнейшее движение изменений в Китае. То есть, когда старость меняется новым. Тут приводится мало-то пример, я думаю, их читать нет смысла, можно сами прочитать. Не менее важная пятая глава – торжество и борьба противоречия. Выроснив вопрос о всеобществе специфически противоречия, мы должны прийти к изучению вопроса о торжестве и борьбе противоречия. Тожество, единство, совпадение, взаимопроникновение, взаимопланизывающее, взаимосвязивающее, взаимообусловленность – все это различные термины для однобой и такой же понятия, которые сводятся к другому положению. Первое. Каждый из двух сторон любого противоречия в процессе развития является предполагать в существовании другого противоречия и страны. Причем обе стороны существуют в едином. Тае. Каждый из двух противоречий сторон в определенных условиях включается в свою противоречие. Это называется торжеством. Я им говорил, где река есть учение о том, как могут быть и как бывает, как становятся торжественными противоречиями, при каких условиях они бывают торжественными, превращаются друг в друга. Почему ум человека не должен брать эти противоречия за мертвые, за застывшие, а за живые условия, подвижение превращается в одну другую? Выходит, что противоречия крайне нет торжественных, далеко не едины. Почему же мы говорим об торжественных их единстве? Дело в том, что противоречия сторон не могут существовать из-за один друг от друга. Если отсутствует одна из двух противостоящих противоречий сторон, то исчезает условие существования для других сторон. Подумайте, может ли существовать отдельно какое-нибудь из противоположных друг другу явлений и противоположных по значению понятий, возникших в сознании человека? Без жизни нет смерти, без смерти нет жизни, без верха нет низа, без низа нет верха. Именно к этим относятся условия Ленина о том, что диетики изучают, как могут быть и как бывают, как становятся торжественными противоположностями, как могут быть, до силы того, что их существование взаимно обусловлено. Такое первое значение понятия. То есть, не может быть буржуазии без политориата, так же, как и политориата без буржуазии, если обобщать фактически. Все противоположные сходятся в взаимносвязи. Они не только в определенных условиях существуют в едином, но и в иных. В определенных условиях превращаются друг в друга. Таково значение понятия торжественной противоположности в полной глубине. Именно об этом говорит Ленин, как могут быть и как бывают, как становятся торжественные противоположности. И при каких условиях они бывают торжественными прощая друг друга. Ленин говорит, единство совпадений тоже с равнодействием противоположного сона, временно, ведящее и реативно. Борьба, взаимосвязывающие противоположные абсолютно, как абсолютно развитие движения. О чем здесь говорит Ленин? В любом явлении, в любом движении свойственном два состояния. Состояние относительного покоя и состояние абсолютного изменения. Эти два состояния вызывают взаимную борьбу двух противоположных начав, содержащих в самом явлении. Когда явление в своем движении находится в первом состоянии, оно противоположное количество, а не качественное изменение. А это проявляется в качественном покое. Но когда явление в своем движении находится в втором состоянии, то в средстве того, что за время пребывания в первом состоянии, количество изменений уже дошли до изменения в лучшей точке. и в нем происходит как осочинение на едином возникает качественные изменения. И это проявляется в явных изменениях данного объекта. Высшим мы говорим, что между противоположными существует тожество, и поэтому они могут существовать в едином и превращаться в одну в другую. Все дело в условиях, то есть в определенных условиях противоположности могут прийти к единству и превращаться в одну в другую. Без этих определенных условий невозможно образование противоположностью, невозможно их существование, невозможно превращение одного в другую. Динства противоположности образуются лишь в определенных условиях, и поэтому единство является условным, относительным. В Единице есть борьба специфически в всеобществе. В единичном – общее, говорит Слава Ленина, а о реактивном – есть абсолютное. Вместо отогенизма – в ряду противоречий. Просмотрение проблемы борьбы с противоречиями встает вопрос на то, что такое отогенизм. На этот вопрос мы отвечаем, отогенизм есть одна из форм борьбы противоречия, а не всеобщестью ее форм. История человеческого знает отогенизм между их классами и ставящий собой специфическое проявление борьбы противоречия. Есть и говорится о противоречии между классами эксплуататором и классом эксплуатирования, то есть в работе в теоретическом и феодальном. В капиталистическом обществе оба этих взаимопротежных классов в течение длительного времени существуют в единообществе. Однако мы должны конкретно изучить изразличные проявления борьбы противоречия, не допуская неуместного протягивания высшую приемную форму ко всем явлениям. Протеречие и борьба – всеобщестью абсолютно, но методы разрешения противоречия, то есть формы борьбы разрешены в силу различных характеров противоречия. А одни противоречия носят характер критерогизма, другие – нет. История ВКПБ показывает, что нам, что противоречие между правильным воззрением и прочным воззрением Троцкого в Украине в начальном период еще не проявилось в адогенической форме, но в дальнейшем это развилось в адогенической форме. Подобные обстоятельства имели место и стойка мунистической партии. Прочие между правильным воззрением многих товарищей и нашей партии и прочным воззрением других товарищей, Также не происходит в антагонистическом форуме, но в дальнейшей развитии в антагонистические противоречия. Экономические противоречия между городом и деревней, в кафедрическом обществе, где город контролирует буржуазию, беспрощадные граждане и районы господствия Гомендана, где город контролирует и странные призмы, крупные коммодорские буржуазии, китай-образные граждане, крайне антагонистичные. Но в стране социализма и в нашей эволюционной базе антагонистические противоречия стали не антагонистическими. Они не следуют исчезнуть в кафедрическом обществе. Ленин говорил, что от организма и противоречия совсем не одно и то же. Первое исчезает, второе остается при социализме. Это значит, что от организма является лишь одной из форм борьбы против ложести и не всеобществе ее форм, а поэтому данная тема нельзя поменять повсюду без разбора. Заключение. Теперь мы можем сделать краткое обобщение. Закон противоречия присущим вещам и мнениям и закон единства против Божисти есть основной закон природы и общества и, следовательно, основной закон мышления. Он прямо противоположен метафизическому воззрению на мир и его открытие составило великую революцию в истории познания. С точки зрения диетического материализма, противоречия существуют во всех процессах, исходящих в объективное мнение и субъективное мышление. Противоречение мнений и каждая из этих сторон противоречия имеет свои особенности. В этом состоит специфичность и относительная противоречия. Далее товарищ Молодзо Дум повторяет все изложенные ранее тезисы, поэтому, думаю, зачитывать их тоже нет смысла. Кратко, задача данной работы, как я уже говорил, познакомить китайских коммунистов с диетическим материализмом в более упрощенном, так сказать, варианте. Потому что некоторые товарищи высказывают, что эти работы довольно-таки просты, но действительно они просты, и многие, кто читал работу Ленина, там, Марса, понимают, что это уже там у них было, как бы пересказывалось. Но, считывая специфику Китая от того времени и невозможность доступности всем работ, к сожалению, Марса, Ленина, там, на территории Китая, задача этой работы именно была, с одной стороны, донести что-то про диетический материализм и как им пользоваться, и как им пользоваться в изучении тоже китайской особенности ситуации. И, с одной стороны, борьба с тем, чем описывалось положение Коммунической партии Китая, это с тем, кто на основах догма пытался повторить революцию 17-го года в России, на территории Китая, либо с авантюристами, которые спешили быстрее, чем за этим успевали народные массы. Для этих целей Мао Зудун объясняет особенности ситуации в Китае и действий и противодействия на примере партии Гомедан и Коммунической партии Китая, их особенности, чем она отличается партией Гомедан, классовая составляющая, и чем отличается Коммуническая партия Китая, и какие были допущены ошибки, в том числе приводя к примеру. И тем самым позволяя донести до товарищей, каким способом можно использовать диалектический материнец для анализа и изучения марксизма. Теперь все. Ну, тут сложно, кстати, не знаю, что сложно, если чем-то особо поспорить. Действительно, работа основана на марксе Ленина, там есть прямые цитаты, но все-таки попытка как-то более упростить и донести диалектику вызывает определенные ощутки. Вот, допустим, там есть пример того, что Советская Россия и Япония, они хотя и находятся в плюс-минус одинаковых климатических условиях, но тем не менее, одна страна стала империалистической, а вторая стала социалистической. Может, конечно, тут Мао писал, потому что работают все-таки в 37-м году. Тут я тебя перебил, он относится это не к делике, он относится к метафизикам, имеется в виду, что они так считают, что в упрощенном варианте, что внешние факторы, что климат это все не влияет, они скидываются только на внешние факторы. Он приводит, что много факторов влияет и приводит к противорезию метафизикам. Тут и надо было бы по-хорошему привести какой-нибудь пример. Опять же, в 37-м году мы-то в будущем уже знаем, видим там, какая-нибудь Корея, северная и южная, да, Вьетнам, северный и южный, тот же Китай. Мао все-таки поддерживали на севере страны, где больше развита промышленность, а Гонидару скорее на юге, где больше, так сказать, было развито сельское хозяйство. Хотя, опять же, во времена Мао был другой пример, в Соединенных Штатах Америки, там, правда, не социализм, да, там капиталисты рабовладельцам противостояли. Вот тоже более развитый промышленный север был за капитализм, а более отсталый юг был за рабовладение и за продолжение экспансии. Не совсем так, что вот на юге Мао не поддерживали. Тут, скорее всего, в ряд допущенных ошибок была потеряна эта поддержка. Потому что все-таки были ряд объективных причин, почему на севере после Великого Перехода Мао получил поддержку, а на юге они потерпели сокрушительное, так сказать, временное поражение. Потому что были допущены ряд ошибок на тот момент в политике Коммунистической партии Китая, которые, по сути, привели к этому, что они были вынуждены отступить и, так сказать, сделать великий, так называемый, великий поход на север и там обосноваться. Опять же, нельзя сказать, что там прям в север, где не обосновались, уже был такой промышленно развитый. Там тоже особо-то промышленности не было на самом деле. Мы должны понимать, что Китай на тот момент, почему мало и будет, что нельзя повторить Октябрьскую революцию в России, на тот момент в Китае, похоже, потому что все-таки Китай был менее промышленно развит, чем даже Российская империя. Там порядка 90% населения, даже больше, это было все-таки крестьянство. Там еще больше было крестьянство, чем в Российской империи. И он основывал свои факторы, работы, часто и критиковал, что в своей деятельности, те же он работы выпускал против догматиков, что они не учитывают китайскую специфику и китайское крестьянство в будущей революции. И мало с ним заведеется, что они ориентируются только на промышленный предряд, который, к сожалению, в Китае был не так много на самом деле. У меня были очень много. Да, ну как бы почти там немного. Поэтому он и описывает в этой работе причины, в том числе и приведшие, что к этому походу, как они оказались на Севере, в том числе и здесь приводят причины, последствия. С одной стороны, необдуманная политика, с другой стороны, догматизм, а с третьей стороны еще и авантюризм, который рассчитывает на то, что вот мы вот сейчас, у нас есть все шансы, что мы совершим революцию, но по факту народные массы еще были не готовы. Они просто не поспевали за тем, что на тот момент те, кто возглавлял КПК, хотели сделать. То есть, Ямао говорит о том, что нельзя, так сказать, бежать впереди и нельзя вдаваться слишком уж в догмы. Потому что нужно находиться объективно, как он здесь говорит, оценивать ситуацию с разных сторон. То есть, нельзя просто с одной стороны изучить Японию, не изучив Китай, и изучить Гаминдан, и изучить Камутическую партию Китая. Он об этом говорит. Это работа с одной стороны, задача именно познакомить с диетическим материзмом, но с другой стороны показать, как он работает на живом примере тогдашнего Китая. Чтобы было просто и понятно. Потому что мы должны понимать, что все-таки и уровень грамотности тоже была, население Китая тоже не очень высокий. Поэтому, когда говорят, что вот работа его, по сути, местами копируют работу Марса, Ленина, но это на самом деле так и есть. Да, это так оно и есть. Просто получается в более простом варианте пытается это рассказать, показать и обосчитывать, чтобы можно было это использовать в своей работе, в будущем.